Кефалогематома Кефалогематома относится к родовой травме поверхностных тканей головы, возникает в результате прохождения головки через родовые пути, возникают данные гематомы только у новорожденных, ни в какой другой период жизни у человека данный вид гематом не возникает. Кефалогематомы Кефалогематомы возникают сразу после рождения ребенка. Они видны уже в первый час после рождения, но сразу удалять их нет необходимости. Более того, это даже иногда будет опасным, поэтому дается срок 10 суток на то, чтобы ребенок немножко окреп, подрос. И с дневного возраста данную гематомку уже можно пролечить высоко, успешно, и ребенок будет абсолютно здоров без всяких последствий и осложнений. Характеризуются данные гематомы скоплением крови между костью и надкостницей. К сожалению, это две такие ткани, которые крайне плохо всасывают кровь. Кость вообще не всасывает кровь, надкостница кровь всасывает очень плохо. Поэтому существует приказ, что если данная гематома не исчезла, то с 10-дневного возраста ребенка данную гематому необходимо удалить. Гематомы бывают малые, средние, большие и гигантские. Гигантские гематомы по объему могут превышать 60 кубических миллиметров жидкой крови. С 10-дневного возраста по 14-дневный возраст желательно данные гематомы удалить методом пункции и аспирации. Надеяться на то, что данные гематомы исчезнут в результате втирания различных мазей, к сожалению, не приходится. Гематомы только быстрее оссифицируются и осложняются, что в большей степени приведет ребенка на хирургический стол. Гематомы удаляются амбулаторно после незначительного обследования. Ребенок после этого физически, умственно абсолютно здоров, бояться этого не нужно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова